Казахстанские пилоты смогут усовершенствовать навыки управления вертолетами. В республике появился собственный учебный центр с тренажерами, аналогов которым нет в мире. Специалисты в авиации отмечают важность этого проекта. Только с начала года в Казахстане произошло сразу несколько чрезвычайных происшествий в воздухе, при которых были и погибшие. До сих пор навыки управления вертолетами пилоты оттачивали за границей. Для многих авиакомпаний это было делом затратным. Как теперь будет проходить подготовка тех, кому мы доверяем в своей жизни? Жанна Рахимжанова побывала в учебном центре и оценила его возможности. Двигатель запущен. Он докладывает диспетчеру о готовности к взлету. За бортом привычная алматинская погода и вид на местные окрестности. Только не реальные, а виртуальные. В таких условиях тренировочный полет летчик-испытатель Марат Кузыгбаев совершает впервые. Субъективное ощущение этого тренажера, визуализация, очень близка к реальности. В дальнейшем, при сертификации этого тренажера, на что я очень надеюсь, пилоты, все пилоты гражданской авиации, а поверьте, их немало у нас в Казахстане, думаю, проходить будет здесь тренажер, тренажерную подготовку. Переподготовка раз в полгода – обязательное требование для всех пилотов. Раньше для этого казахстанским авиакомпаниям приходилось отправлять персонал за границу. А это колоссальные расходы – 40 тысяч долларов на одного человека. Теперь же появилась возможность вдвое сократить издержки. Еще недавно все это казалось непостижимым. Но сейчас это реальность. У Казахстана собственный виртуальный аэродром с симуляторами, аналогов которым нет в мире. До подготовки данного тренажера мы сотрудничали, отправляли наших специалистов для того, чтобы они оказывали помощь и консультацию для создания данного тренажера. Авиатренажер вертолета Ми-8, его называют бестселлером авиации, полностью собран в Казахстане. Причем при его создании не использовались остатки старой техники, как это делают во всем мире. Каждая деталь отпечатана на трехмерном принтере специалистами конструкторского бюро предприятия «Алматы Энергосервис». Мы с вами тратим не больше суток на самом деле, в смысле, для получения конструктской документации. Лазерный сканер способен оцифровать любое изделие и создать его трехмерную модель с наиболее высокой точностью. Габариты при этом не имеют никакого значения. Это может быть как кузов целого автомобиля, так и гвоздь. Все происходит посредством меток, которые наносятся на изделие. Он уже пришел сюда. В программе «Геомэджик» подготовлено твердое тело для последующей печати. И принтер выдает готовый прототип уже через 7 минут. Инновационная технология позволила сократить в десятки раз временное изготовление изделий и расходы. Вот это самый сложный узел, называется «Гайка». Ранее мы покупали его в Южной Корее. Он вышел из строя. Нам ничего не оставалось, в смысле, как его сканировать. Кстати, поврежденная часть, в смысле, с помощью сканера, который вы видели, в смысле, она восстанавливается, в смысле, на твердом теле. Мы с вами получили прототип. Мы получили с вами документацию, которая была передана в цех. И была изготовлена гайка, которая ничем не уступает на сегодняшний день смыслу в практическом применении той, которая была ранее закуплена. Так и удалось собрать собственный авиатренажер с уникальными возможностями, главная из которых – динамичная платформа. Находясь в этой кабине, пилот испытывает те же ощущения, что и при реальном полете. А специальное программное обеспечение позволяет менять условия, создавая нештатные ситуации. Тренажер для этого и предназначен, чтобы здесь отрабатывались сложные и аварийные ситуации в полете. А также тренировка в сложных метеоусловиях. То бишь в облаках, при ухудшении метеоусловий. Мое лично субъективное мнение, тренажер великолепен. Особенно в плане визуализации. Компания была организована собственная вертолетная видеосъемка с 8 камер в радиусе 300 километров от Алматы, и чтобы создать видеокарту этой местности. Теперь разработчики проекта могут создать подобные видеокарты любого региона, чтобы тренировки проходили в условиях, максимально приближенных к реальным. И это не менее важно. Ведь раньше для подготовки пилотов на постсоветском пространстве использовалась лишь одна видеокарта окрестностей Адлера. Несмотря на то, что у каждой страны свои особенности местности, летчики уверены, тренировка на родине позволит довести до совершенства навыки управления вертолетами и избежать чрезвычайных ситуаций в небе. Идя навстречу требованиям президента, идя навстречу государственной политики инновационной, и реализованы эти проекты, которые принесут большую экономику и республиканскому бюджету, и позволят нашим пилотам, казахстанским пилотам, заниматься у себя дома. На казахстанские тренажеры уже есть спрос за рубежом. Вьетнам, Монголия, Бангладеш, Пакистан и ряд стран африканского континента проявили заинтересованность в продукции «Алматы Энергосервис». В планах компании создание прототипов других моделей вертолетов, эксплуатируемых в Казахстане. Стоит отметить, что по становлению Акима Алматы предприятие внесено в реестр карты индустриализации. Академия